Кульминация 22 фильмов Marvel настолько длинная, что кажется, будто в неё добавили максимально возможное количество сцен и не вырезали ничего. Тем не менее, были кадры, которые не попали на экран. Вот некоторые запланированные или даже отснятые сцены, которые не вошли в финал. В октябре 2018 года Marvel объявили, что Кэтрин Лэнгфорд, звезда скандальной драмы Netflix 13 причин почему, снялась для нескольких сцен финальной части Мстителей. Кого именно она играла, держали в секрете, чтобы как можно меньше слить о сюжете фильма. Но поклонники были удивлены, когда так и не увидели Лэнгфорд в финале. Только после того, как большинство людей посмотрели фильм, режиссёры Джо и Энтони Руссо рассказали, что Лэнгфорд сыграла более взрослую версию дочери Тони Старка и Пеппер Поттс – Морган. Руссо сняли сцену, которая являлась бы аналогом той, где были Танос и Гамора в Войне бесконечности. Тони встретил бы там более взрослую Морган, которую сыграла Лэнгфорд. Джо Руссо объяснил планы на эту сцену в интервью для подкаста Happy Set Confused спустя несколько недель после премьеры Финала. Тем не менее, сцена была вырезана, потому что мы так и не увидели эту версию Морган. В фильме происходило и так слишком много – Финал был переполненным. Климатическая битва Мстителей Финал – одна из самых сложных супергеройских баталий в истории кинематографа. После того, как Танос беспощадно сражается против Мстителей, чтобы забрать себе Камни бесконечности, почти каждый живой герой в обширной вселенной Марвел вступает в битву, чтобы одолеть Безумного Титана раз и навсегда. Сцена была настолько амбициозна, что заняла большую часть последней трети фильма. Но, согласно первоначальным планам сценаристов, битва могла бы быть ещё дольше. Согласно интервью New York Times со сценаристами Кристофера Маркусом и Стивена Макфиле, битва имела трёхэтапную структуру. Но на более позднем этапе разработки это посчитали лишним. Показательным примером удалённых кадров была сцена посреди битвы – трёхминутная пауза. Макфиле объяснил, «Это не очень хорошо сработало, но у нас была сцена в окопе, где по определённой причине битва была бы приостановлена минуты на три. И 18 персонажей спрашивают друг друга, что мы будем делать? Я сделаю вот это, а я сделаю это» Все просто болтали, и воспринималось это фальшиво. Мстители Финал был очень долгожданным фильмом, который поставил Марвел в сложное положение. Им нужно было продвигать свой фильм трейлерами и при этом не рассказывать ничего, что могло бы оказаться спойлером. Со-режиссёр Джо Руссо объяснил затруднительное положение для подкаста Happy Set Confused ещё в мае 2018 года, после дебюта Войны Бесконечности. – Мы используем все материалы, которые у нас есть, для создать трейлер. Узниска настолько предупреждена, что вы очень умеете в том, как вы создаете трейлер, потому что узниска может смотреть трейлер и рассказать вам, что происходит в фильме. Поэтому, когда дело дошло до финала, им пришлось использовать ни о чём не говорящие кадры, которые, как знали Руссо, точно не появятся в широком прокате фильма. У сцен были и кадры Чёрной Вдовы, которая готовится к большой битве, быстро разряжая обойму в мишень. Учитывая, что основной вклад Чёрной Вдовы в сюжет не имел ничего общего со стрельбой, можно с уверенностью сказать, что этому кадру просто не было места в финальном фильме. И, кстати, о Чёрной Вдове. Мстители Финал набрал высокие оценки критиков и зрителей, и одним из ключевых плюсов было то, как погибла Чёрная Вдова во имя Камня. Когда Чёрная Вдова и Соколиный Глаз отправились на планету Вармир, чтобы взять Камень Души, они узнали, что один из них должен умереть. Наташа пошла на жертву и полетела со скалы ради того, чтобы выжил Клинт, но, по словам сценаристов Кристофера Маркуса и Стивена Макфилли для Нью-Йорк Таймс, изначально сцена была другой. Макфилли сказал, «Джен Андердалл, наш продюсер визуальных эффектов, прочитала Черновик, где погибает Соколиный Глаз, и сказала, «Не отнимайте у неё этого»» Другими словами, жертва Наташи воспринималась героической, а смерть Соколиного Глаза не принесла бы такого же эффекта. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про киновселенную Марвел, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!